Привет, ты на канале о бизнесе. Начинающие предприниматели часто задумываются о том, чтобы открыть свой магазин одежды. Магазинов много, и все они продают товары, а значит направление перспективное и прибыльное. Но действительно ли твой магазин будет работать так, как и у конкурентов? Действительно ли сегодня можно добиться успеха в этой сфере? На реальном примере предпринимателя, который реализовал идею по открытию магазина одежды, можно во всем разобраться. Если интересно, тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. Кстати, в Телеграме ты можешь узнать, сколько денег приносит YouTube канал, увидеть примеры инвестирования и первым узнавать об интересных бизнес-идеях. Ссылка в описании, загляни. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Я расскажу о том, как начал бизнес по продаже одежды. Я занялся открытием своего магазина одежды, который в итоге начал приносить хорошую прибыль. Это непростое дело, которое требует много внимания к деталям, но могу с уверенностью говорить о том, что добиться успеха здесь может любой начинающий предприниматель. Мой пример успеха только доказывает эту позицию. Я начинал свой бизнес с капиталом около 250 тысяч рублей. Вкладывал практически всю начальную прибыль в свое дело, но в результате все окупилось. Этап планирования. Определиться с идеей – это одно, а вот для реализации всего этого в жизни требуется планирование. Необходимо понимать, какие расходы будут нужны, как магазин одежды будет работать, где он будет располагаться, какой ассортимент в нем будет предложен потенциальному покупателю. Также нужно было разобраться с документами, оформить бизнес и сделать его легальным. Чем я в первую очередь и занялся. Отправился в налоговую, подал все необходимые документы на открытие индивидуального предпринимателя. Пока процедура оформления происходила без моего участия, я занялся бизнес-планом. Бизнес-план является очень важным этапом реализации бизнес-идеи. Когда я начал создавать этот план, появилась масса вопросов, о которых я ранее даже не задумывался. Чтобы понять, какие расходы мне нужны, пришлось изучать рынок. Я начал интересоваться арендой помещений, начал изучать перспективность районов моего города, начал общаться напрямую с поставщиками одежды, чтобы понять, какое количество средств нужно вложить в рекламу и какой она должна быть. Также я начал изучать конкурентов и их способы продвижения своих магазинов. В результате именно бизнес-план мне дал четкое понимание того, каким будет это дело и к чему оно может привести. Какие вложения понадобились? Деньги на открытие бизнеса у меня были, но это были небольшие накопления, которые я заработал тяжелым трудом. Не могу сказать о том, что у меня были миллионы на открытие магазина элитной одежды. Деньги нужно было экономить и ориентироваться на более доступный товар. Конечно, я мог взять кредит в банке, но это очень рискованное дело, и его нужно оставить тем, у кого другого выхода попросту нет. Ведь даже если бизнес не пойдет и не будет приносить доход, банку долги возвращать все же придется. Начальный капитал у меня был размером в 250 тысяч рублей. Это небольшие деньги, накопить их может практически любой человек. Но именно с этим капиталом я и открыл свой небольшой магазин одежды. Аренда за первый месяц отняла у меня 50 тысяч рублей. Товары я закупил на 100 тысяч рублей. Нанял сотрудника с заработной платой 30 тысяч, оставшиеся 70 я потратил на рекламу, небольшой косметический ремонт магазина, закупку необходимого инвентаря. Момент открытия магазина. Как оказалось, открывать магазин просто, но вот чтобы в него пошли люди, нужно постараться. Дело все в конкуренции. Вокруг меня было много магазинов, которые также торговали одеждой. Пусть мой ассортимент отличался, но они и работали намного дольше. В результате покупатель предпочитает посещать уже проверенные места, где он покупал качественную одежду по оптимальной цене. Как оказалось, люди не очень-то и пытаются найти новые места с более выгодными предложениями. Поэтому пришлось раскошелиться еще на 25 тысяч. Я заказал шарики для привлечения внимания, поставил диджея, который проигрывал музыку несколько часов и зазывал покупателей. Это очень помогло. Люди начали из простого интереса заходить в магазин, изучать мой ассортимент товаров, интересоваться ценами. Задача любого бизнеса заключается в том, чтобы привлечь внимание клиента. А далее уже все зависит от того, что в магазине продается, какая ценовая политика, как работает продавец. Изначально я всегда был в магазине, доверять всю работу продавцу без контроля не рискнул. Он хоть и работал ранее в магазинах одежды, но навряд ли был заинтересован в развитии моего бизнеса. Поэтому в зале всегда был я. Пытался уделить внимание каждому покупателю, узнавал его мнение. В первый день товар было продано на сумму 20 тысяч рублей. Это немного, но не все люди приобретали товары. Зато теперь они знают о том, что такой магазин есть в городе, и он достоин внимания. Это важно, потом они будут рекомендовать мой магазин своим друзьям и знакомым, будут распространять информацию о том, что здесь продается стильная, качественная одежда по оптимальным ценам. Все ожидают, что уже в первый день торговли появится ошеломительная прибыль, но это не так, и у меня таких ожиданий изначально не было. Я остался доволен тем, как прошло открытие. Развитие бизнеса Уже через три дня нужно было пополнять запасы товара. Второй день принес выручки больше, чем в момент открытия. Хотя это и было воскресенье. В понедельник я поехал за товаром к своему поставщику. Я самостоятельно ездил за товаром, производил отбор стильной и качественной одежды. В этом и есть секрет успеха любого магазина с одеждой. Если в ассортименте будет товар, который не сможет выделиться среди конкурентов, то мой магазин станет таким же безликим, как и конкуренты вокруг. Я же пытался сделать магазин со стильной одеждой, в которой потенциальный покупатель захочет прийти, чтобы посмотреть, а не появилось ли что-нибудь новенькое. Новая партия товара была доставлена в магазин и вывешена на витрину. Я уделял много внимания тому, как представлена одежда в магазине. Пытался сделать ее более привлекательной. Пытался обращать внимание потенциального покупателя на новинки. Этому всему я учил и своего продавца. Требовал от него, чтобы он всегда поддерживал порядок в магазине и следил за тем, как одежда висит на плечиках. Уже через три дня я решил немного изменить дизайн вывески. Она изначально получилась не очень оригинальной и интересной, а также там не было подсветки. Поэтому я немного изменил дизайн и формат вывески, ведь именно она мне приводила покупателей. Относительно рекламы, я заказал два билборда в городе, недалеко от магазина. Я не заказывал рекламу на радио, не развешивал объявлений по подъездам и так далее. Хороший дизайн фирменного стиля и качественная одежда являются лучшей рекламой. Главной причиной того, почему люди заходят в магазин снова и снова, это оптимальная цена и стильная одежда, которая актуальна сегодня. Я пытался подобрать хорошую одежду, следил за трендами в интернете и давал своему покупателю то, что он ищет. Он уже сам распространял информацию среди друзей и знакомых, а это лучшая реклама из возможных. Рекомендация друга значит намного больше, нежели рекламные сообщения на радио. Через месяц мой магазин одежды уже работал на потоке. Нужно было привозить товар, раскладывать его на полках, искать новых поставщиков с более интересным ассортиментом. Доходы В среднем, спустя месяц работы, магазин приносил около 100 тысяч рублей прибыли. Из этих денег я платил заработную плату сотруднику и закупал товары для пополнения ассортимента. Также я продлевал рекламу, вкладывал остальные деньги в развитие магазина. Далее я начал вкладывать также деньги в социальные сети. Там реклама действительно приводила покупателей. Я даже начал торговать онлайн. Уже через 6 месяцев прибыль составляла 150 тысяч рублей. При этом не было резких падений. С каждым месяцем получалось зарабатывать больше и больше. Выводы Как ты можешь видеть, даже уже заезженная идея для бизнеса может быть прибыльной. Если уделить должное внимание самому процессу организации бизнеса, то он обязательно будет прибыльным. Креативный и ответственный подход в любом деле дает свои плоды. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!